здравствуйте друзья сегодня у нас очередной выпуск программы право руля и с вами я обозреватель мое и мое онлайн роман попрыгин и наш эксперт николай николаевич киселев довольно комитет по защите право автомобилистов но сегодня мы не вдвоем по приглашению николай николаевич в гостях у нас величина очень уважаемый гость петр иванович кошелев доктор медицинских наук профессор заслуженный врач российской федерации профессор кафедры общей хирургии медуниверситета имени курды здравствуйте добрый день поскольку передача у нас автомобильная для автомобилистов сегодня мы поговорим о таком аспекте который возможно должен знать каждый да безусловно но когда человек сталкивается с этим то чаще всего он забывает все действительно меня натолкнул на идею проведения нашей программы что в основном то мы здесь с вами разговариваем ударом транс происшествия связанных с транспортными средствами как это просто речь называется железо вот немало у нас дтп с тяжкие последствия когда есть потерпевший пострадавшие и то что мы созерцаем вокруг вас уже видим эти видео по интернету частенько частенько народ не знает вообще что делать как поступиться вот то что с телефонами желающих записать последствий дтп это в очередь а вот из десяти пишущих на телефоны к сожалению не находятся людей которые бы могли подойти грамотно оценить последствия но я буду пусть того как уже в соответствии с под этим и вызвали скорую помощь полицию и удачно наступает такой щекотливый момент подходить не подходить это бытует мнение я вам скажу на что лучше вообще не подходить и так тема нашей программы это первое то врачебная помощь да не совсем то 26 право дорожного движения для тех кто откроет книжку и почитает не совсем так потому что это не до врачебная помощь это первая помощь и она не медицинская это важно потому что раньше считалось оказание первой медицинской помощи но оказывает ее чаще всего не медики люди рядом не имеющие медицинского образования которые в этот период времени или в этот момент находится рядом с пострадавшим абсолютно верно вот у нас и я процессе его нужно начинать 26 процитирую что если результате дтп погибли или ранены люди водитель причастны к нему обязан и вот первым стоит у нас под пунктом принять меры для оказания первой помощи пострадавшим вызвать скорую медицинскую помощь и полицию оказание первой помощи пострадавшим это обязанность водителя причастного к дтп вот пожалуйста просветите подробнее а что же это ну поподробнее чуть позже а вначале я хотел так сказать еще более подчеркнуть важность оказание первой помощи оказание без оказания первой помощи человек может погибнуть хотя если ее оказать вовремя то он может быть спасен по том что николай николаевич вот уже сказал что много а если обратиться к статистике то в течение года по россии ежегодно погибают на при дорожных трансовых происшествиях тридцать тридцать пять тысяч человек ну сейчас уже меньше мы программа реализовываю сейчас мы можем зайти но все равно это колоссальная цифра это огромная цифра теперь если обратиться к статистике и если обратиться к тем медицинским которые исследовали это происшествие оказалось что оказание медицинской помощи в первые пять минут то есть не медицинское оказание первой помощи в первые пять минут является важнейшим условием для спасения жизни пострадавшего и таким образом приблизительно 20 процентов погибших при дорожных трансовых происшествиях умерли только потому что им не оказали первую помощь каждый пятый каждый пятый поэтому важность оказания первой помощи очень очень злободневно и необходимо резерв снижение числа погибших на дорогах не только кроется в строительстве новых дорог оказывающего вот казалось бы в таком элементарном вопросе как когда первую помощь ну да конечно конечно но начать с чего вот я жил дтп давайте конкретизировать но вы уже сказали о том что нужно в первую очередь если есть такая возможность я хотел сказать что травмы могут быть при дорожных транспорт происшествия не только в смысле перелома костей конечностей или перелома ребер или перелома других частей или же ну бессознательное состояние которое может встретиться при дорожных транспорт происшествий кровотечение может быть открытая рана при этих состояниях нужно конечно знать как оказать первую помощь ну вы перечислили все основные направления травм давайте ожоги ну давайте возьмем ну что чаще всего нас бывает действительно у нас больная тема для ворон я вам скажу это наезды на пешеходов да очень много пешеходов когда пешеход получает то сам что начать наверно с того что человек увидел дтп остановился да если но возможно там вызвал тоже скоро там и и подходит он человеку лежащему на асфальте и сидящему что ему как ему дальше но в первое в первую очередь нужно с этим человеком заговорить сознание он или бессознание если он создание то выяснить что же где болит потому что каждая травма сопровождается болью там скажет в животе болит или же грудь болит или же нога болит где более самые острые и на но это с ним выяснили выяснили как его звать там и все другое но и потом необходимо оценить общее состояние этого пострадавшего для этого необходимо в первую очередь определить пульс но довольно часто не знают где этот пульс найти но определить пульс очень легко это на запястье в области лучезапястного сустава здесь ближе к лучевой кости пульсирует поверхностно это артерия пульс есть значит состояние уже хорошее потому что если пульс на периферии определяется то артериальное давление составляет не менее 80 70 миллиметров втутного столба а для головного мозга очень важно какое же давление в человеке существует при артериальном давлении ниже 60 50 миллиметров втутного столба клетки головного мозга начинает страдать от гипоксии так вот значит пульс дыхание есть или нет а дыхание определяет но во-первых при дыхании участвует дыхание грудная клетка или живот или же уж в некоторых случаях но это берут ватку или какой-нибудь и подносят к рту или носовым ходом и когда при дыхании колеблется ну зимой принципе это будет наверное сейчас на дорогах видно по испарению по испарению да вот или же положить руку там на грудную клетку или на живот и этим можно определить дышит человек или не дышит если зимой не раскрывать же его не слушать есть дыхание в легких или нет вот а рукой определить или подверг по движению грудной клетки или брюшной стенки определили дыхание есть пульс на периферии определяется если вдруг пульс не определяется на периферии то есть на лучевой артерии то тогда нужно посмотреть пульс на сонной артерии сонная артерия на шее это еще в спорте меня учили да 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 вот и потому что организм приспосабливается к тому чтобы как можно больше в период вот трудный для организма для сердца чтобы больше крови поступало в головной мозг и поэтому направляется все все силы сердца на приток крови головного мозга и даже вот ну 60 и головной мозг начинает потом страдать от гипоксии вдруг у человека отсутствует дыхание что нужно сделать пульса нет дыхания нет мы уже поэтому нет пульс может и быть но слабый а дыхание может отсутствовать по моему самое время приходить реанимационным действиям нет еще рано прежде чем чем прежде чем переходить к реанимационным мероприятиям необходимо освободить ротовую полость от инородных тел которые там могут быть при бессознательном состоянии особенно если травмы черепа у создается повышенное внутричерепное давление а внутричерепное давление приводит к рвотным рефлексом происходит рвота из желудка выбрасывается через рот пищи содержимое желудка и не вся некоторая часть остается и если этот человек лежит на спине запрокинутой головой то это может выход из пищевода в глотке перекрещивается с дыханием и во время вдоха это жидкость или там какие-нибудь могут попадать в дыхательные пути в трахею в бронхи а это приводит к остановке дыхания поэтому в первую очередь если отсутствует дыхание нужно открыть рот и все тщательно пальцем платком носовым бинтом все это освободить у нас в аптечке еще остались но в аптечке до оставили бинт и марлевую салфетку стерильную поэтому нужно освободить далее освободили дыхание нет тогда опять-таки в аптечке есть автомобильные дыхательная трубка ее нужно поставить и проводить искусственное дыхание так вот если если дыхание если дыхание отсутствует там одну минуту это еще человек может выдержать а если больше одной минуты там полторы-две то тут же быстро останавливается и работа сердца из-за гипоксии поэтому необходимо начинать искусственное дыхание и если пульс уже не на сонной артерии нигде не определяется то искусственное дыхание и необходимо массаж сердце закрытый массаж сердце но как все это проводить может быть у нас еще будет время мы об этом более подробное подробно ну вот смотрите когда мы начинаем заниматься очисткой полости рта да да и вы как понимаешь это необходимо но ведь возможны травмы еще и позвоночника и вот эта тема я знаю на постоянном усиливается и вот чуть тронешь этого человека можешь даже навредить так поворачивать его не поворачивать нет ни в коем случае вот если имеется подозрение на травмы шейного отдела позвоночника особенно шейного отдела позвоночника то ни в коем случае нельзя поворачивать голову ни в ту ни в другую сторону вот необходимо но вот во первых по курсу опять-таки не по косвенному а по примеру в сознании это все понятно да даже говорили и он вам сам сказал о чем не болит правильно ну да это одно если он без сознания если он не дышит или то можно определить имеется ли повреждение там позвоночного спинного мозга или нет при переломах позвоночника шейного отдела или там грудного дела бывает не и повреждение спинного мозга а это приводит к параличам так вот нужно выявить есть паралич у этого больного или нет а это очень просто выявить поднять руку там этого пострадавшего и не отпустить и не удерживать ее эта рука падает как палка из руки как как ну металлический предмет камнем падает так вниз значит здесь паралич даже если в бессознательном состоянии но нет паралича то рука не падает вот так резко она все-таки да все таки задерживается немного вот таким образом определить можно есть паралич или нет ну и еще да я думаю об этом тоже можно попозже сказать но это необходимо произвести постукивание вот ниже коленной чашечки вот так если даже пальцами постукать и если рефлекции есть мышцы не так вот защищается мышца сокращается следовательно рефлексы есть следовательно паралича нет следовательно Может быть, и есть перелом, но без повреждения спинного мозга. Это очень важно. Мы отвлеклись на перелом шейного отдела, позвоночника. Ну и грудное, может быть, тоже. Но тут насчет дыхания. Но я-то думаю, что мы все за один раз не сможем объяснить, как проводить искусственное дыхание, как проводить непрямой массаж сердца. Это нужно не только рассказать, но и показать до некоторой степени. Ну да. Давайте поговорим о кровотечениях. Если мы видим у человека открытую рану, какие наши действия? Во-первых, во всех случаях при травмах нужно определить, что у этого пострадавшего. То ли есть кровотечение, а может кровотечения нет, есть перелом, может быть, ссадина просто. И все. Кровотечение, что такое кровотечение? Это истечение крови из поврежденного сосуда. А сосудов, они разные в зависимости от диаметра этого сосуда. Капилляры, прекапилляры, затем артерии малого диаметра, потом главные артерии – это аорта. Это все. Петра, я понимаю, ваши студенты это прекрасно знают. Мы вот давайте для водителей, инженеров, механиков, работе, работях, короносчегов. Так вот, мы сейчас говорим о кровотечениях. Если отдельно насчет ран, а ведь кровотечение может быть наружное, а может быть и внутреннее. Ну, это уже совсем плохо. Так вот. Мы его не узнаем. Поэтому нужно знать, какова клиника кровотечения. Клиника кровотечения, она складывается из кровотечения, может быть, в полость желудка или в полость, брюшную полость, кровотечение идет. Как его увидишь? Не увидишь? Нужно знать определенные симптомы. Это общие симптомы, характерные для всех кровотечений. В полостные или наружные, или внутренние, для всех. А что это за симптомы? А симптомы такие. Во-первых, общая слабость. Ну, а еще самое первое, бледность кожных покровов. Общая слабость. Ни рукой пошевелить, ни поднять, ни пойти. Ну, физическое. Физическое. Значит, кровь уходит во внутрь. Теперь, головокружение. Мелькание мушек перед глазами. Потеря сознания при изменении положения тела. Если он лежит, сознание есть. Если его приподнять, то сознание теряется. Это явно признак, что имеется внутреннее какое-то кровотечение. Если нет, наружного. Ну, тут вся надежда только на скорую помощь. Так, скорая помощь. Чем может помочь, если внутреннее кровотечение? Николай Николаевич. Да. На скорую помощь, да, нужно. Если это на улице. Если это в пределах, ну, достигаемости телефона и близости лечебного учреждения. А ведь оказать помощь нужно очень быстро. Первые 5-10 минут. Это решающее. Это решающее время. Особенно для кровотечения. Ну, вот я приведу один случай, который произошел в одном из высших учебных заведений. Был санитарный день. Там переставляли книги, снимали пыль и так далее. И мыли окна. И вот одна из работниц библиотеки поставила стол. На стол поставила тубарет. А на тубарет еще скамеечку, потому что окна высоко. И ей нужно мыть. Она моет. И вдруг пошатнулась, потеряла равновесие. Падает. Ну, и никто... Она была одна в этом помещении. Упала. Не слышал никто ничего. Пришли минут через 30 после того, как там ее оставили. Она лежит на полу в луже крови. Мертва. Ни сердце не работает. Сколько времени пытались произвести реанимационное мероприятие, ничего не дало. Стало быть, это уже наступила биологическая смерть. При суде медицинском вскрытии оказалось, что когда... И сделали такой вывод. Когда напавдала, разбила ногой стекло окна, и стекло попало под коленную область. И там была рана. И там в этом была повреждена подколенная артерия. И она кровоточила. Ведь кровотечение – это истечение крови из поврежденного сосуда. И в частности, вот из артериального сосуда – это наиболее опасное кровотечение, чем из венозного. Потому что быстрее, да, кровь? Уходит, потому что сердце выбрасывает за одно сокращение 50 миллилитров крови. Ну, может быть, через артерию это не 50, а сколько-то, ну, может быть, 10 миллилитров. Но каждую секунду 10 миллилитров, и за минуту это уже вытечет вон сколько. Такая сотрудница, она потеряла сознание? Так вот, она упала, по-видимому, ударившись головой, потеряла сознание. Если бы на месте кто-то находился, ее... Так вот, конечно, если бы тут ничего, нет сложного, остановить кровотечение, наложить жгут. Ну, с кровотечениями из ног у нас, скажем, второе ДТП при наезд на пешехода. Давайте тогда и объясним водителям. А как профессионально, с учетом первой помощи, но тем не менее, близко к профессиональному, остановить труд? Ну, это несложно. Но для этого, конечно, хорошо было бы, если бы... А в аптечке, по-моему, есть жгут медицинский. Медицинский жгут. Он называется жгут эсмарха. Вот его надо наложить. Как наложить? Ну, можно... Тут есть определенные правила, как наложить жгут. Во-первых, жгут накладывают выше места ранения, но приблизительно на 5 сантиметров выше места кровоточащего сосуда. Жгут необходимо накладывать не на обнаженную кожу, а чтобы на коже лежал какой-то материал. Бинтли, маечка или рубашка или... И на него нужно. Первые два тура этот взять жгут, его растянуть, чтобы он был в таком натянутом состоянии, и сделать два тура. Два оборота? Два оборота, да. Ну да. Это профессиональность уже терминовая здесь. Сленг. Ну вот, два оборота. А потом можно обычно и завязать. И тогда кровотечение прекращается. А на каком расстоянии от раны нужно? На 5 сантиметров, я сказал. Лучше не более на 5 сантиметров. Выше этого ранения. Ну вот это, в принципе, доступно, понятно. Я думаю, лучше должно... А по времени сколько? А по времени жгут можно держать, как общие такие правила, не более двух часов. Желательно. Чем быстрее, тем лучше. То есть, ну, дождаться приезда скорой помощи? На своем транспорте или на попутном транспорте транспортировать в лечебное учреждение? Ну да, если... Ну а тогда, если где-то зажженная трасса, где между деревьями по 50 километров... А если проходит время? Два часа. Сама мы можем вести. Если проходит полтора-два часа, то тогда нужно жгут ослабить, пальцем придавить эту артерию, которая кровоточит, и минут пять с тем, чтобы выше места раны есть коллатерали, по которым кровь идет и кровоснабжает ткани ниже места раны. И тогда эти ткани еще до некоторой степени снабжаются кровью, питательным веществом, кислородом самое главное, и они не погибают, не наступает омертвение, гангрены. А как отличить венозное кровотечение или артерию? Тоже несложно. Если венозное кровотечение, во-первых, кровь истекает темно-вишневого цвета, темная, и она вытекает из раны потоком прямым, потоком течет ручеек. А артериальная кровь, во-первых, пульсирует. Пульс бьет как сердечное сокращение, так и кровь. Толчками выходит из... И она алого цвета. Вот основное, как определить... А при венозном кровотечении нужно накладывать? При венозном нет. Не нужно жгут накладывать. При венозном кровотечении необходимо наложить давящую повязку. Ватномарливую повязку положить на область раны и туго бинтом прибинтовать. А вот все-таки вернемся к внутреннему кровотечению. Здесь есть возможность как-то помочь человеку? И что нужно? Первая помощь основная. Как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. Это основная помощь. Ну а такая, в общем, относительная помощь, во-первых, не надо его теребить. Вот. Теперь, если есть такая возможность, положить лед на... Там в зависимости от того места, где имеется внутренний кровотечений. Облечить по возможности дыхание. А? Облечить по возможности дыхание. Если там одет на 5 светяковых дышать, то что легче было. Но холод обязательно, если есть такая возможность, положить холод. Придать положение. Если это кровотечение, то необходимо горизонтальное положение, чтобы было у этого, да, пострадавшего. А можно ли давать такому человеку пить? Ни в коем случае. Пить нельзя. Ну что ж просит? Надо терпеть. Ну вот для этого нужно еще точно установить диагноз. Я думаю, водители вряд ли будут далеки от того, что у него там... Нет. Ну... Ну, если есть... Или кровотечение. А если есть кровотечение, то не исключена возможность, что имеется повреждение полого органа. Там кишки. Да. Желудка. Ничего. Мочевого пузыря. Каким образом мы его можем убить? Ну, конечно, мы ухудшаем состояние организма тем, что эта жидкость, которую мы пьем, начинает выливаться там... Давайте мы водичным его запугивать. Они и так уже боятся подходить к потерпевшим. Давайте более очевидно. Вот часто ломаются переломы. Какой-то очнулся, открытый перелом. Голень при нарезах. И вот, как помочь с минимальной потерями в рамках первой помощи в таким потерпевшим? Ну, кроме перелома конечностей, есть еще перелом костей таза. Ну, так сложно... Ну, как же сложно? Ну, так нужно тоже знать, что кости таза поломаны или не поломаны. При переломе костей таза чаще всего разрывается уретро. Больной не мочится. Петр Иванович, я таких вопросов в билетах по ППДД не нашел. А мы должны отправлять все-таки... Исходить из того, о чем спрашивают водители на экзаменах. А, ну, нет. Я-то считаю, что не только о чем спрашивают водители на экзаменах, а я о том, как оказать правильно помощь. Вот это основное. А как спрашивают, по-разному спрашивают. Профессору тяжело общаться с нами. Нет, ну почему? Вам-то хотелось бы фундаментально вложить свои знания в наши головы. Нет, ну, мы спасаем жизнь этого пострадавшего. Так или нет? Если... Здесь мелочей быть не менее. Если как-нибудь... Ну, это плохо. Это может и не помочь. Или плохо поможет. Или на короткий период поможет. А если основательно, то, конечно, нужно это знать хорошо. Ну, понятно. Автономия. Анатомию все учили. Мы с вами перед этим говорили о том, что кровотечение внутреннее или наружное, оно имеет свои симптомы. Вот про наружное кровотечение мы с вами рассказали, что его видно. А при внутреннем кровотечении, в брюшную полость, в грудную полость, в головную, в черепную полость, здесь мы не видим. Но мы знаем общие симптомы, которые случаются при кровотечении. Это малокровие. Когда малокровие, то у пострадавшего начинает кружиться голова, головокружение, мелькание мушек перед глазами. При смене положения, если с лежачего положения он приподнимается, у него голова закружилась, теряет сознание и опять падает. Это общий признак для того, что здесь имеется внутреннее кровотечение. Ну и кроме того, этот больной, кожные покровы лица и другие бледные и покрыты потом, чаще всего холодным потом. Испарено, да? Ну и испарено или пот, покрыто холодным потом. Вот так это характеризуются общие симптомы кровопотери. И все-таки, Петр Иванович, а что вот, мы уже начали говорить о том, что нельзя давать пить, да? Да. А вот что еще категорически нельзя кантовать человека, если ты не уверен в том, что у него нет травмы позвоночника, и что-то большее нет. Что еще категорически нельзя делать, чтобы не навредить при травмах? Ну, вот вы говорите кантовать. Да, это не кантовать, но перемещать пострадавшего. Ведь не нужно заставлять его подниматься, и чтобы он шел. Необходимо его перенести. Чаще всего это необходимо, ну, вдвоем. Один берет там за плечи и голова у него, а другой берет за таз, кости таза и ноги, и перемещают. То есть надо поддерживать? Поддерживать обязательно. Часто у нас просто один берет под плечи, а второй держит его за пятки, и вот таким образом. А это? Нет, нужно поддерживать и таз, и голову, и плечи. Конечно. Лучше еще на комплексе. На одеяль. Ну, да. Но это осторожно переместить, и это самое лучшее, конечно. Ну, и самое-самое. Лучше нужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. То есть, если надежды на скорую помощь нет, действительно, может, где-то удаленную, то надо и сам в состоянии, и машина в состоянии, то вплоть до того, что и самому в ближайшие райценты куда-то везти. Ну, или в состоянии, или, ведь это дорога, там, может быть, проходящие машины остановить и попросить, чтобы. Если не оказать помощь, не остановиться, то можно есть в уголовном кодексе две статьи. Оставление в опасном состоянии. 24-е и 25-е. Это оставление в опасном состоянии или не оказание помощи. Это две статьи, которые преследуются законом, и за не оказание помощи могут быть наказаны. А вот сейчас, что мы не коснулись, мы немного поговорили. Понятно, что обо всем поговорить нужно не одну программу. Не одну, да. Скользко. Но, тем не менее, не коснулись совсем такой травмы, как ожоги, которые очень часто бывают, естественно, особенно горящие автомобили, человек его таскивают оттуда. Первая помощь при ожоге здесь что? Значит, первая помощь, во-первых, нужно извлечь, да, допустим, из автомобиля. Если автомобиль горит, ну, и там уж не очень... Ну, в этом все понимают, да. Дальше на безопасное расстояние, да, чтобы... Погасить или загасить пламя, потушить пламя. Если одежда. Если одежда. Ну, конечно, он же в одежде, потушить пламя, прекратить действие этого температурного агента. То есть, пламя загасили, но одежда тлеет. А если тлеет, то же температура выше 100 градусов, наверное. Вот. А это также приводит к ожогу. Поэтому нужно удалить эту одежду. Если одежда пригорела и очень плотно с кожей соединяется, то отрывать не следует. Следует обрезать и снять там, где эта одежда свободно лежит и тлеет. Это первое. То, что нужно сделать. И второе. Это необходимо как можно быстрее охладить. Охладить. Если есть водоем близко, погрузить в водоем. А ничего не навредимым, тем самым занеся какую-то инфекцию? Да нет. Или вот снег подойдет? Подойдет. Очень даже хорошо снегом. Если это зимой, да? Да. Если это зимой, и на дороге, и снегом. Очень хорошо загасить, и это охлаждает. Ведь мы с вами уже говорили, что клетки гибнут при повышенной температуре в организме, да? А если пониженная, то клетки более живучие. Больше они дольше живут. Но это не совсем... Ну, если человек в сознании еще с ожогом, да, наверное, можно ему дать какие-нибудь обезболивающие в данной ситуации. Какие? Не знаю. В аптечку надо открыть, посмотреть. Да в аптечке нет обезболивающих средств. Вот. Раньше когда-то были обезболивающие средства в шприц-тюбике. А теперь, нет, никаких лекарственных там обезболивающих средств нет. Хотя, я думаю... А алкоголь можете? Сейчас. Хотя, я думаю... Тут уже ПДД запрещают. Нет, так он уже не будет. Хотя, нет, хотя я думаю, что... Ну, это к алкоголю мы подойдем чуть позже. А вначале, вот, шприц-тюбик. Почему нельзя баралгин в этом иметь, шприц-тюбики для аптечки? Или другое обезболивающее, более сильное, но не наркотическое вещество? Ну, это тема для разговора, наверное, на трибунах Государственной Думы. Ну, наверное, это... Да, только там они могут решить. У вас, естественно, здравоохранительство присутствует. Другое дело, что ведь лекарственные средства должны храниться при... Особенно для введения под кожу внутримышечно. Должны храниться при определенной температуре и определенное время. То есть, ну, срок годности. А он, довольно, может быть, и два года, и три года. Ну, а вы любите купить аптечку 10 лет вперед? А испорченный уже, просроченный, вводить нельзя. Поэтому, может быть, и поэтому вот не стали аптечку снабжать или укомплектовывать вот такими обезболивающими. Вы правильно говорите. При ожогах очень хорошо можно алкоголь. Это средство, ну... Это то, что может быть у каждого? У каждого, может быть. Да? Ну, да. Может быть, у каждого водителя. Который... Ну, то есть, вовнутрь, как обезболивающими. Ну, конечно, вовнутрь. Нет, зачем? Да нет. Вовнутрь. Почему? Почему хорошо? Потому что, во-первых, алкоголь, ну, обладает некоторыми обезболивающими свойствами. Это с одной стороны. И с другой стороны, он успокаивающим действует. Он тормозит кору головного мозга, что это очень даже полезно при возбужденном состоянии. Ведь с ожогом они бегают, прыгают там, катаются или... Да. Вот это. А этого делать нельзя. Было на практике, у меня не раз такое. Облили меня горячий смолок. Ух, правда. Бегал, наверное. Быстрее. Ну, так вот. Жорстно. Значит, ну, а если это там в домашних условиях, то, может быть, в холодильнике есть лед, лед. Если в домашних условиях, может быть, в ванну набрать холодной воды, если большой ожог, то опустить и прям в холодную воду этого человека, пострадавшего, на 5-10 минут. Тогда и боли уменьшаются. И инфекцию мы здесь не боимся, потому что лучше человека спасти от боли, от шока, чем бояться о том, что это... Главное не заниматься вскрытием вот этих вот огромных нарывов, от ожогов. Нет, не только нарывов, от ожогов, это бывает после. Это через много дней. Ну, не много, но несколько дней. А мы же оказываем помощь первые 10-15 минут. То есть, главное, это охладить. Загасить пламя, охладить и обезболить. И дождаться приезда скорой помощи. Ну да, или как можно быстрее. Здесь больше мы ничего не сделаем. Алкоголь хорошо, можно приедать, но не водителю. Ну, это важно. Петрович, а вот Вы часто говорите, поговорить нужно с человеком, успокоить. Вот психологическая помощь важна здесь при подобных травмах? Да, конечно. Насколько она может? Ну, во-первых, это и диагностика состояния пострадавшего. Сознание или бессознание. Это с одной стороны, когда разговаривает. А то, ведь он может говорить, но в бессознательном состоянии находиться. На вопросы он не отвечает. Хотя он чего-то говорит. А это тоже одно из видов бессознательного состояния. Но он говорит. Поэтому заговорить обязательно нужно. И успокоить, конечно, нужно. И помощь оказать, ну, даже психологически, тоже это очень важно. Человека, так сказать, поддержать, вселить уверенность. Ну, когда рядом кто-то есть, всегда это. Да, вселить уверенность, что мы поможем, что все будет хорошо. Что вот сейчас это, 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 так сказать. Чтобы он успокоился и, ну, поверил. И это улучшает состояние организма. Вроде психологическая помощь может потребоваться тому, кто оказывает помощь. Человек увидел кровь, увидел... Ну, это разные люди, да, тоже есть реакция. И он не знает, что ему делать. Вот вроде бы, как посмотрел программу вот нашу. Вроде бы, как ему все объяснили. А когда ты сталкиваешься с этим тет-а-тет... Ну, это уже личные качества каждого человека всегда тоже играют. Понятно. Что? Мне вроде говорили, что нужно делать массаж сердца. А как его делать? Куда руку там класть? Да. Ну, это отдельный разговор. Здесь отдельный разговор. Ну, в любом случае, Петр Иванович, спасибо вам большое за то, что вы, по крайней мере, нам обрисовали общую картину того, как оказывать первую помощь. Я думаю, что мы еще встретимся. Ну, может быть. Какие-то моменты мы обсудим. Возможно, зрители подскажут, на что обратить внимание. Пожалуйста. Если будут какие-то пожелания. А может быть, и нас к себе пригласите, и покажете нам на манекенах? Или на каких-то тренажерах? Ну, я право не знаю, но вряд ли. Если у вас есть такая возможность. Запишемся в студенты. Да, да, да. Есть такая возможность. Ну, во-первых, ну, есть у нас видеофильм. Оказание первой вот такой реанимационной помощи. Массаж сердца и искусственное дыхание. Это целая отдельная лекция у меня для студентов третьего курса. Вот мне Петр Иванович подарил первую помощь при ДТП. С даться надписью. Читаю по утрам. Я тут сам такую книжку купил. Это нужно в бардачке. Да. На все случаи жизни. Да. Ну, что ж. Да, спасибо еще раз, Петр Иванович, за то, что нашли время прийти к нам. Пожалуйста. С вами, дорогие друзья, прощаемся. До новых встреч. Удачи на дорогах. И дай бог, чтобы наши советы вам не пригодились.